28 сентября в станице Азовской прошел фестиваль традиционной кухни «Веселые шкварки». Мероприятие проходило недалеко от реки Убин, откуда открывается живописная панорама с видом на начало Кавказского хребта и гору Собербаш. Праздник народной еды «Веселые шкварки» – уникальное гастрономическое событие, в создании которого от идеи до воплощения принимают участие фермеры, виноделы и сыроделы, пивовары и овощеводы, травники, кондитеры и простые сельские жители совершенно домашней продукции. В четвертый раз уютный фестиваль под открытым небом собрал несколько тысяч любителей гастрономического туризма и кулинарных шедевров разных народов. Кулинары приехали на праздник не только со всего края, но и из соседних регионов и даже из Москвы. Мы, родители, живем в Азовской, на улице Садовой, а это наши дети. Сын работает на площади революции в Москве, там много ярмарок проходит, у него там бестро. Вот он со своей кухней приехал к нам нас показать, себя удивить, народ посмотреть. Мы приехали из Москвы, представляем две аж организации, две. Одну организацию «Кросспак» – это доставка сбалансированного питания в Краснодаре живет. И вторая организация – это вот наши друзья «Чарбройл», которые дали нам гриль. От «Кросспака» мы привезли морсики чётенькие и привезли фруктики. Отличные эмоции, прекрасные люди ходят, едят, веселятся, поют. Здорово! Фестиваль проводится с 2015 года. За это время он вырос. Количество его участников, которые представят вниманию гостей свою продукцию, изделия хендмейт, фольклорные песни, народные игры, уже перевалило за 120. При этом бережно поддерживается атмосфера уютного сельского праздника, где все действующие лица – настоящие энтузиасты своего дела. «Мы приехали из Майкопа, Адыгея. У нас сыры все домашние, ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Молочко домашнее, коровье. Сыр у нас только сулугуни и адыгейский. Ну, он подкопченый есть, есть свежий, есть сушеный. Впечатления очень яркие. Приехали в первый раз, мы у вас не были. Очень нравится. Моя профессия называется «Картадор». Это ручная нарезка хамона именно с костей. Мы предлагаем эту услугу, в принципе, для всех желающих, кто хочет на каких-то своих торжествах, мероприятиях. Вот сделать такой своеобразный сюрприз, новинку по нарезке хамона. Я представляю город Краснодар. Приехал на этот фестиваль «Веселые шкварки» первый раз. Все здорово, все супер. По эмоциям даже тех людей, которые подходят к нам, все просто в восторге. Сладости, соленья, варенье, разнообразие мяса, сыровяленых, докрутящихся на вертеле и выпеченных в земле, народная кухня, авторские блюда и многое другое радовало гостей праздника. Помимо прочего, на фестивале представили свою продукцию производители слабоалкогольных напитков. Наше предприятие находится в городе Крымске. Варим пиво. Крафтовое пиво. То есть это пиво необычное, не классическое, а разных сортов, начиная от классического пива, заканчивая венским лагером, английским стаутом и так далее и тому подобное. Вина делаю без диоксида серы. Виноград покупаю прямо на полях и топчу его на полях прямо. Домой привожу. Подвалы у меня 450 квадратных метров. Дубовые бочки хорошие. Есть французские, есть наши, панагарийские. Первый раз мы тут. Очень понравилось. Хороший народ. Место фантастическое. Фантастическое. Придворье Акалказа. Воздух. Настроение отличное. На большой ярмарке каждый желающий мог приобрести кулинарные и фермерские товары. Предметы народного творчества, средства по уходу за телом, а также натуральную косметику. Широкое разнообразие мыла, шампуней, кремов и бальзамов порадовало всех, кто заботится о своей красоте и здоровье. Основная группа ингредиентов нашей косметики – это травяные вытяжки. То есть вся наша косметика делается именно на экстрактах трав. Чтобы гастрономический фестиваль был не только вкусным, но и веселым, на площадках выступали профессиональные и самодеятельные коллективы с фольклорным творчеством. Мы приехали из станицы Хомска, Абинского района. Наш хор – Тамара Владимировна руководитель. Уже пятый десяток мы поем, танцуем, веселимся, готовим, радуем людей. Ой, мишеньки, черешеньки, ягодки, спиреньки. Ой, на шо ж вы полюбились, таки молоденькие. На веселых шкварках любой желающий мог принять участие в мастер-классах, народных играх, конкурсах и хороводах, а также попробовать себя в гончарном ремесле. В этот день на поляне царила атмосфера настоящего народного гуляния, которое никого не оставило равнодушным. Мы приехали из станицы Старомышаста, Скадинского района. Очень много слышали о веселых шкварках. И вот в этом году решили приехать сами сюда. Нам здесь очень нравится. Очень надеюсь, что на следующий год уговорю родителей своего класса, чтобы мы сюда приехали, в это замечательное место. Ну, вообще, в целом, очень хороший фестиваль, очень интересно. Много разных приехало людей. Мне вот больше всего понравились сыры. Такой огромный выбор, которых ты, может быть, нигде не покушаешь, как вот здесь вот. Что везде проводятся дегустации, ты можешь попробовать то, что ты хочешь приобрести. Здорово, детям вот есть, где поразвлекаться, поиграть. Мне в целом очень нравится. Здорово. На сегодняшний день веселые шкварки можно смело назвать одним из самых крупных и ожидаемых событий в отрасли агротуризма Северского района. Это фестиваль настоящей народной ярмарки, где покупатели и продавцы не просто продают и покупают, а общаются и заряжают друг друга своим гастрономическим энтузиазмом. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадио компании «Атаман», Станица Азовская. 50 лет спортивных побед и достижений. Дю США Станица Северская отпраздновала полувековой юбилей. 27 сентября на площади Дома культуры районного центра прошел праздник, объединивший всех, чья жизнь связана с детско-юношеской спортивной школой. В этот день со сцены прозвучали слова поздравлений в адрес тех, кто вносит вклад в развитие физической культуры Северского района. Я не могу не сказать от себя лично слова благодарности тренерам, которые действительно воспитали и воспитывают в нас эту силу духа, стремление добиваться поставленных целей. Если когда-то что-то болит, то болит дома, но не на тренировке. Спасибо огромное, низкий поклон всем преподавателям, всем тренерам. Ну а спортсменам, конечно, достижения все выше, быстрее, сильнее. Поэтому еще раз с праздником вас и физкульт! И сегодня мне хочется прежде всего поблагодарить тех первых выпускников, тех первых спортсменов, которые дали старт нашей спортивной школе. Благодаря им к победам образовалась наша спортивная школа в далеком 1969 году. И вот тот рубеж, который вы задали, уважаемые ветераны-спортсмены, на сегодняшний день наши учащиеся, учащиеся сегодня, которые обучаются в нашей школе, они его застоят, продолжают. Спасибо всем большое! С праздником, родная школа! На праздники не забыли и тех, с кого все начиналось. За сегодняшними успехами детско-юношеской спортивной школы стоят имена десятков тренеров. Многие из них давно уже завершили трудовую деятельность, но их заслуги стали надежным фундаментом для последующих поколений спортсменов. Под громкие аплодисменты ветераны спорта Северского района вышли на сцену. Мне хочется пожелать в школе, а ей сегодня 50, прожить еще долгие годы и добиться гораздо больших успехов и результатов тренером здоровья, благополучия и процветания. Всех благ! Спортивные достижения воспитанников ДЮ США Станицы Северской – это заслуги не только тренеров. Именно мама и папа приводят своих детей в спортивную школу, а иногда даже личным примером помогают справиться с любыми трудностями. Приятным сюрпризом для всех стало выступление родителей воспитанников ДЮ США. На праздник они приготовили танцевальный номер. Завершился праздник парадом учащихся отделений ДЮ США. Под громкие аплодисменты воспитанники спортивной школы вместе с преподавателями выпустили в небо разноцветные шары. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Физати, для телерадиокомпании «Атаман». Осенний и зимний сезон интеллектуальной игры «Что, где, когда» открылся в Северском районе. Первая встреча знатоков состоялась в минувшую пятницу. Молодежный центр «Этаж» посетили четыре команды. Представители Федерации Акидо, работники Афибского НПЗ, сборная команды Станицы Смоленской и сотрудники Дома культуры поселка Афибский. Общей эрудицией в таких состязаниях отнюдь не является гарантией успеха. Для участников важно уметь мыслить логически, аргументируя собственную точку зрения. В течение игры знатоки ответили на 16 вопросов самого разного характера. По итогам встречи победу одержала команда Афибского нефтеперерабатывающего завода. В августе прошлого года Роме Суминову, ученику Львовской школы номер 27, поставили страшный диагноз – лейкоз. Многие знают, что это за болезнь и как тяжело с этим бороться. После долгого лечения, химиотерапии и реабилитации болезнь вновь подступила. 24 сентября у Ромы случился рецидив. Срочно госпитализировали, анализы все подтвердили. Впереди снова очень сложный этап. Теперь Роме предстоит перенести пересадку костного мозга. В Краснодаре таких процедур не делают. Им срочно необходимо лететь в Москву или Питер. Перелеты проживания за свой счет. Мама Ромы одна воспитывает его и в настоящее время была вынуждена уйти с работы, так как постоянно находится с ним в клинике. Мы обращаемся ко всем жителям нашего района. Давайте вместе поможем Роме. Любая незначительная сумма станет большой помощью к его выздоровлению. Британский ритейлер игрушек Хэмлис уже готовится к Рождеству. Недавно он представил топ-10 игрушек, которые в этом году оказались самыми популярными среди детей. Мероприятие устроили в крупнейшем лондонском универмаге сети. На него пригласили детей и их родителей. На входе всех встречали Сани, Санта-Клауса и механические олени. «Тренд этого года – коммуникация, использование технологий в игрушках и связь игрушек с онлайн-миром». Среди самых популярных в этом году оказались интерактивные игрушки «Скрафалуф». Они изображают бедных бездомных животных, за которыми нужно ухаживать и проявлять к ним заботу. Игрушка приходит в виде шарика с грустными глазами. Если его помыть, то игрушка разворачивается. Затем её нужно высушить и причесать. Когда ей холодно, игрушка чихает и дрожит. «Она пушистая, а ещё мне нравятся блестящие ушки». А эта указка умеет писать в воздухе. Правда, увидеть это можно только благодаря специальному приложению. Получается весёлая игра. Вы пишете или рисуете, а другие угадывают, что это такое. «Да, у нас сильный онлайн-бизнес, но он не позволяет ощутить то же, что и при посещении магазина. Вот в чём разница. Люди приходят сюда за ощущениями. Это весело, всегда что-то происходит». Например, кому-то из детей просто хочется немного пошалить. «Больше всего нравится змея. Она везде ползает, можно пугать людей». Сегодня многие игрушки подразумевают использование телефонов или планшетов. Но не всем родителям это нравится. Для таких предлагают вот таких милых животных. Они ездят по тому маршруту, который предварительно запрограммирует ребёнок. «Бабушка, ты же в пенсионном фонде». «Так я уже вот, всё сделала». Получайте государственные услуги пенсионного фонда через интернет. Рассчитать будущую пенсию, подать заявление о назначении пенсии или социальных выплат, выбрать способ их доставки и многое другое. Теперь на сайте пенсионного фонда. «Пойду к подруге». Не всё же можно делать удалённо. Пенсионный фонд России «Ты кто?» «Я ваше счастье». «Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем?» «Проходи». «Разве счастье можно планировать?» «Счастье не планирую». Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. «Разве счастье не планировать?» «Разве счастье не планирую» «Разве счастье не планирую». «Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем?» Субтитры подогнал «Симон»